Приветствую наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей. Я уже рассказывал на наших ресурсах об исследованиях канадско-американского ученого Яна Стивенсона. Но я рассказывал именно об исследованиях, поскольку они косвенно подтверждают правоту новосферного мировоззрения. Сейчас же я хочу рассказать о его предсказании, точнее шокирующем предсказании, как справедливо отмечают СМИ. И хочу пояснить, речь идет именно о предсказании ученого, а не о пророчестве пророка. То есть данный прогноз сделан аналитическим методом, а не интроспективным. Хотя он по иронии судьбы как раз об интроспекции. Вот кстати как выглядел Ян Стивенсон. Он тоже наш современник. Годы его жизни 1918-2007. Он прожил 88 лет. Предметом исследований Яна Стивенсона была реинкарнация. Он изучал ее более 40 лет. А именно он исследовал более 3000 детей, которые якобы помнили свои прежние жизни. Написал об этом несколько книг. И сделал вывод, что воспоминания детей о прежних жизнях реальны. И сегодня с каждым днем все больше ученых соглашается с этим его выводом. Подчеркиваю, что Ян Стивенсон доказал реинкарнацию научно. Напоминаю, ноосферное учение построено на концепции реинкарнации. Здесь сразу для тех, кто в теме, возникает вопрос. Почему Ян Стивенсон изучал реинкарнацию именно через воспоминания детей, а не через гипнотический транс, который сегодня в науке называется гипнотической регрессией. Мы до сих пор говорили о гипнотической прогрессии. То есть о возможности видеть будущее для тех, кто в трансе. Но вот мы вышли и на вторую часть этого явления. На возможность в состоянии транса видеть прошлое. Надеюсь, у нас еще будет возможность развить эту тему. Ян Стивенсон считал изучение воспоминаний детей, помнящих прежние жизни, самым доказательным. Поскольку транс – явление малоизученное, и люди, прожившие уже приличное количество лет, вполне могут принять за память о прежних жизнях собственные фантазии. Дети же о памяти о прежних жизнях, как правило, сохраняются у детей до 6 лет, еще имеют в своем сознании мало материала для фантазии. Большинство из них даже еще не умеет читать. И фильмов, понятно, они тоже еще просмотрели относительно немного. Метод изучения воспоминаний детей был прост. Воспоминания записывали на магнитофон, выясняли город и страну, в которых ребенок якобы жил прежде, ехали туда и проверяли эти воспоминания. Ну и, как я уже сказал, в 3000 случаев эти воспоминания получили полное подтверждение. Вот пример с роликом с канала на ютубе «Просветитель». Речь идет о ребенке, родившемся в семье известного индийского профессора в 1944 году. Профессор хоть и был индусом, но, как и большинство ученых 20 века, был материалистом до мозга костей. И вдруг, едва научившись говорить, его ребенок заявляет, что в прошлой жизни жил в другом городе. Был крупным бизнесменом. У него была собственная бисквитная фабрика и жена. Понятно, родители ему не поверили, но он упорно продолжал это рассказывать. И это вынудило их обратиться к психологу. И тот рекомендовал отвезти мальчика в этот самый город, чтобы он лично убедился в беспочвенности своих фантазий. И они это сделали. Вот фрагмент с ролика с указанного канала, что из этого получилось. И тогда мальчик каждый день стал все больше рассказывать о своей прошлой жизни, утверждая, что он когда-то был хорошим бизнесменом и умер ровно за 9 месяцев и 6 дней до того, как снова родился. В конце концов, отец и мать мальчика не выдержали и отвели его к психологу, который посоветовал им все же отвезти сына в тот город и раз и навсегда покончить с этими фантазиями. Но каково же было удивление родителей, когда абсолютно все слова мальчика подтвердились. Мало того, мальчик без указаний взрослых и каких-либо дорожных карт с легкостью нашел в большом городе тот дом, где он по его уверениям, когда-то обитал, оказалось, что там до сих пор живут родственники из его прошлого перевоплощения. При встрече, он совершенно безошибочно назвал всех их имена и сообщил такие подробности личной жизни, о которых он точно никак не мог узнать заранее. Тут уж родителям и всем тем, кто был свидетелем этого чуда, ничего не оставалось, как развести руками и признать неоспоримый факт, мальчик действительно помнит свою прошлую жизнь. Теперь, собственно, о предказании Яна Стивенсу. Он сообщил, что разработал метод, позволяющий пробудить память о прежних жизнях абсолютно у каждого. Это приведет к тому, что скоро абсолютно все люди вспомнят свои прежние жизни. Вот фрагмент с роликом, с канала Просветитель, об этом. Проводя бесчисленное количество исследований и экспериментов, доктор Ян Стивенсен разработал собственный способ, позволяющий человеку вспомнить его прошлые жизни. Он говорил, Я уверен, что благодаря моему методу, скоро все люди будут помнить свои прошлые жизни, так же естественно, как они помнят то, что делали несколько дней назад. Хочется верить, что его предсказание сбудется. В прошлом ролике от Джин Диксон я уже рассказал о ее предсказании, о том, что Россию и Индию ждет стратегический союз, который невероятно много даст, как России, так и Индии. И объяснил, почему это так важно. Я уже рассказал о предсказании, о том, что в России скоро научным путем будет достигнуто индивидуальное биологическое бессмертие. Но пока только в ролике от Джин Дикса я рассказал, каким образом оно, видимо, будет достигнуто. Позволю себе повториться. Переход нового, действительно великого лидера России, белого всадника, означает прежде всего великую научную революцию. А именно, благодаря этому лидеру метод научного познания через транс интроспективный метод. Сегодня в науке, как я уже отметил, он называется гипнотической прогрессией и гипнотической регрессией. Будет полностью признан. Более того, в науке он на равных станет сосчитаться современным методом познания, аналитическим, через расчеты экспериментов. И главная перспектива сотрудничества России и Индии, представьте себе, оказывается, лежит в научной сфере. В Индии состояние транса изучается йогой и тантрой уже много тысяч лет. Там оно называется медитацией. Но западной наукой этот колоссальный запас знаний, накопленный йогами и тантристами, сегодня совершенно не востребован. Благодаря науну, действительно великому лидеру России, он станет, наконец, востребованным. Ну и понятно, наука России совершит колоссальнейший рывок вперед. И, видимо, это позволит прийти в том числе и к возможности индивидуального биологического бессмертия. И это уже не говоря о том, что научная парадигма объективно ведет к тому, что в очень короткие сроки память о прежних жизнях сможет пробудить каждый желающий. Так что, думаю, Ян Стивенс, он абсолютно прав. Только нужно добавить, что его метод пробуждения памяти о своих прежних жизнях будет востребован прежде всего наукой России. А точнее, наукой новой России. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok